Я хочу показать, как можно изготовить простую и удобную ручку для пластиковых бутылок 5-литровых и 10-литровых Показывать буду на примере вот такой вот 10-литровой бутыли Все, кто когда-либо переносил воду в таких бутылках, рано или поздно сталкивался с такой ситуацией, что родная ручка отламывается Я видел много разных видео с изготовлением ручек, в том числе и с использованием довольно удобных услов, типа амфорного Но все они показались мне не совсем удобными Я покажу способ, который использую я Сначала я покажу весь процесс в комплексе, а затем отдельно объясню, как правильно завязывать амфорный узел Поехали Что понадобится Сама бутылка Предварительно нужно убрать остатки ручки с бутылки Веревка или шнур Диаметр приблизительно 5-6 мм При угле шнура можно обратить внимание на такой момент Если шнур подходит в два ряда на бутылку между самим телом бутылки и вот этим ограничительным кольцом, то он подходит То есть чуть тоньше можно, если выбрать шнур толще, то узел будет уже держаться не очень аккуратно Не очень плотно и может быть и выскользит Также для того, чтобы шнур не резал пальцы, я использую вот такие вот обрезки пластиковых трубок В данном случае это трубка от теплого пола диаметром 16 мм Итак, сначала нужно завязать сам амфорный узел Веревка складывается пополам Так, вот, сам узел готов Подробно как его завязать я чуть позже не покажу Так, теперь нужно продеть туда ручку пластиковую С одного конца И вот так аккуратненько Получился такой полуфабрикат ручки Можно из таких изготовить несколько И потом просто по мере необходимости использовать их на бутылках Так, теперь осталось только ее закрепить на горловской бутылке Подтянуть Вот здесь пригруждаются эти два кончика Блин! 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 Готово! Блин! 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 держится на горлышке несимметрично, то есть ручка выходит не посередине горлышка, а чуть ближе к краю что это дает? во-первых, он постоянно затягивается при переноске а во-вторых, когда вы выливаете воду из бутылки ее очень удобно держать вот таким вот образом он хорошо держит динамические нагрузки он не скользит, не развязывается и в случае необходимости при помощи какого-нибудь инструмента типа отвертки можно его немного ослабить, снять с бутылки и перевести на другую вот такая рукоятка ну и теперь непосредственно о том как завязать сам амфорный узел первоначально шнур складывается пополам у меня здесь шнур длиной 85 сантиметров сложили пополам беремся где-то за последнюю четверть сложенного двоя шнура вот эту петлю накидываем сверху вот так и прижимаем большим пальцем теперь нижнюю петлю заводим под верхнюю вот так заводим и накидываем сверху на большой палец вот так и ее тоже нужно завести под большой палец так получилась вот такая вот конструкция так и финальный шаг вот этот вот этот участок шнура нужно завести вот под этот и вытащить наружу то есть вот это засовываем вот сюда вот так снизу раз и продеваем получился готовый узел чтобы научиться его завязывать умеет, что он завязывается довольно быстро скажу еще раз взяли шнурок сложили просунули сюда и вот так вот готов но если опыта нет можно себе немного помочь для этого понадобится маркер что я делаю опять накидываем петлю сверху прижимаем ее большим пальцем вот теперь вот в том месте где вот эта петля лежит пересекается вот с этими двумя веревками с двумя концами вот эти ставим точку вот так и на том конце который лежит под ней на нижнем рядом вот здесь тоже ставим точку или две чтобы их можно было отличить между собой ну а теперь все просто снова заводим нижнюю петлю под верхнюю накидываем прижимаем пальцем и теперь вот эту петельку с первой отметкой нужно протащить под петелькой со второй отметкой и вытащить наружу вот так получается красивый ровный амфорный узел